Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Приветствую всех, это шоу с толком, меня зовут Елена Орлова, и сегодня у нас в гостях один из самых романтичных дуэтов нашей поп-сцены. Эту пару также считают самой крепкой в истории белорусского шоу-бизнеса. Итак, встречайте, Тео и Ольга Рыжикова. Привет! Привет! Приветствую, любимый Радиус ФМ. Какое красивое и загадочное представление, самое крепкое. Если честно, впервые нас так представляют, и это очень приятно. Так, а давайте уже, вы говорите, впервые вас так представляют, сколько лет вы уже официально женаты? А ну-ка, Тео, вопрос тебе на засадку. Посчитай быстро. В следующем году юбилей. То есть на сегодняшний день 9, в следующем году десяточку. Молодец, а дня знакомства? Ох, тут мы немножко путаемся в показаниях. Оля утверждает, что мы познакомились в 2000... Слушай, я скажу так, мы знакомы 19 лет. Ну, если я скажу, сколько мне было, когда мы познакомились, я резко выдам свой возраст, поэтому... То есть ты выросла на его песнях, я правильно. Буквально, да. Буквально, мы правда, мы знакомы очень давно. В общем, давно мы познакомились. Итак, друзья, работаем в прямом эфире. Смотрите прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Также пишите комментарии под анонсом этой программы в группе проекта «Шоу Стоком» в соцсети ВКонтакте. Итак, как я уже сказала, все равно за вашим дуэтом закрепилось, что вы представители еще и гармоничного семейного, а также творческого союза. Скажите, пожалуйста, вы вместе снимаете клипы, вы вместе на гастролях, вы вместе записываете дуэты, вы вместе дома. Говорят психологи, что слишком проводить много времени – это вредно для семейной пары. Вы дома расходитесь по разным комнатам, либо как? Ну, да, действительно, это один из самых популярных вопросов, который прилетает в нашу семью. Но все не совсем так. Безусловно, у каждого из нас есть какие-то свои личные дела, личные минутки. Но я не думаю, что на этом стоит сейчас акцентировать внимание. Я хотел бы сказать о том, что нам хорошо жить в такой модели, проводить огромное количество вместе. Оль, ты подтверждаешь, да? Я слушаю, и мне все нравится. Я могу сказать лишь одно, что на рыбалку стою я не езжу, а он на шопинг со мной не ходит. Поэтому есть, конечно же… Ой, когда была, Ольга, та рыбалка? Вот как только колечко появилось, и рыбалки-то не стало. Когда была-то рыба, ее тоже не было, поэтому, в принципе… И рыбы не было. Ладно, один-один. Скажите, пожалуйста, кто больше из вас проводит времени с ребенком вместе? У нас, мне кажется, это получается как-то синхронно, потому что, когда мы не работаем, у нас всегда все очень классически, как в любой такой вот обыкновенной семье, мама, папа, ребенок. Вот буквально вчера ходили вместе в парк, уже жевали свежую кукурузу, которую начали продавать. У нас она… У нас вообще, в принципе, сезон для ребенка, вот этот вот летний-весенний, он начинает с момента, когда начинают продавать кукурузу. Она всегда очень радуется, восхищается, говорит, ну, наконец-то наступила весна. До этого, какой бы день на календаре ни показывала, она считает, что она не наступила. Катаемся на самокате, катаемся вместе на коньках, ходим в кино, устраиваем дома, у нас даже есть такая попкорн-машина маленькая, детская, устраиваем дома свои просмотры с попкорном. Все, правда, абсолютно все, как у всех. Пижамные вечеринки также присутствуют. У нас с Лерой даже есть одинаковые пижамы, это правда. То есть все, как у всех совершенно, и чаще всего все-таки мы это делаем, вот, правда, втроем. Хорошо. Тогда давайте о творчестве поговорим. Творчество на сегодняшний день, что появилось нового, да, расскажите. И больше вы сейчас творите для собственного дуэта, либо же кому-то пишете песни. Ну, если говорить о периоде, наверное, последних лет трех, то, безусловно, акцент уходит на наше личное творчество. И мы много работаем в студии над написанием. Большое количество песен еще просто не издано, они не вышли. И, впрочем, даже еще в работу не взяты, но написаны. А из-за недавнего у нас, в принципе, получился такой период конца зимы и начала весны продуктивный. У нас с разницей буквально в неделю состоялось несколько премьер. В конце февраля мы выпустили песню «Ты мой ДНК» вместе с клипом. И буквально через неделю вышел клип на песню «Мама». Ну, а еще накануне, в начале зимы, появилась песня «Мама разрешила». Поэтому я считаю, что какой-то такой творческий подъем. Обычно артисты говорят, что испытывают его весной. Мы готовы испытывать этот творческий подъем в любое время года. Не ждем музы, просто работаем. Поэтому очень хочется верить, что эти песни уже есть в эфире радиостанции «Радиус ФМ». Послушаем обязательно перерывы. Ну, здесь очень важно не останавливаться, а постоянно находиться в поиске, работать над репертуаром – это первостепенная задача любой творческой зимы. Кто чаще заворачивает репертуар? Допустим, один говорит, вот слушай, давай, вот есть такая тема, да? Да есть, у нас 100% есть один человек, который всегда говорит, давай попробуем еще что-то. Если ты говорит, ну, давай еще подумаем, это значит все. Этой песне не быть или не быть в этом виде, как она написана. То есть, Оля, ты здесь более сговорчива, да? Ты бываешь, если хороший материал, неплохой, ты уже считаешь, что надо его запускать. А он такой, да, что давай-ка посмотрим, давай еще поэкспериментируем. Вместе у нас, получается, я за количество ТЭО, за, наверное, нельзя так сказать, что я за количество ТЭО, за качество, но вместе получается какая-то вот такая пропорция. Я всегда гоню, мне хочется, быстрее, быстрее, уже появилась идея, песня, скорее, нужно выпустить. А вот ТЭО готов ее придержать, обдумать, переиграть еще-то еще раз. В силу уступает такой период продакшена, я с легкостью отношусь к написанию материала. И, в принципе, любая песня, любой творческий продукт должен рождаться легко. Если он рождается в муках, значит, что-то не так. Но, когда ты приступаешь к следующему этапу аранжировки, сведений и прочих вот этих нюансов технических, вот здесь я довольно педантичен. Это шлифовка, да, требуется такая колоссальная. Да, это занимает прям миллиметрик, куда пошел хэт, а что у нас с гитаркой, надо переиграть. Добивая звука, которого хотелось бы, на это уходит большое количество времени. И вот там появляюсь я, я хожу, говорю, так когда? Говорят, ну, не трогай меня. Не завтра, да, не завтра. И, возможно, не через неделю. Слушай, Юра, так классно звучит. Я говорю, Оля, так кто-то еще бас не прописал. Я говорю, так классно и без баса, давай, скорее. Я просто, я в этом плане очень нетерпеливая, хотя я точно знаю, что все равно, если мы садимся писать, наверное, ну, есть уже такой хороший большой опыт, плохого мы не сделаем. То есть это будет чуть лучше, чуть хуже, но это в любом случае будет с определенным уровнем качества достойно. Оля, во многочисленных интервью ты человек такой добрый, сопереживающий, да? А в каких ситуациях Ольга Рыжикова бескомпромиссна? Потому что мы сейчас понимаем, что больше бескомпромиссен Юра бывает чаще. На самом деле, ты бываешь когда-то такая больше жесткая? Я сказала. Ну, это, наверное, больше касается уже какой-то вот семейной темы воспитания, темы ребенка. Это типичное общение мамы и доченьки. Я сказала. Вот если я сказала, что сейчас мы идем чистить зубы, значит, мы идем зубы чистить прямо сейчас. Вот такая история, да? Не потом, не позже. Папу можно уговорить со мной. В этом плане нашей дочке тяжелее. Юра, говорят, что рядом с творческими женщинами мужчинам крайне непросто, да? Опять-таки, ты сам человек очень... Это ложь. Это ложь и неправда. Ты сам человек творческой профессии, учитывая, что, как вы говорите, много времени проводите в гастролях, да, очень много времени проводится в поездках и так далее. Тем не менее, есть ли какие-то плюсы, да, вот, скажем, когда жена артистка тоже? Да, это один такой изящный, красивый, кореглазый плюс. Спасибо. Давайте. Зачетку даю, да? Безусловно, для меня это кайф. Это общие темы для обсуждений. Сотни километров проезжаю в машине куда-то на концерт или на работу в другие города. Постоянно беседуем о интересующих нас обоих темах, вопросах. И, знаете, там, рука в руке, вот тебе яблочко, вот тебе капучинка. Это здорово. То есть с собой-ка всегда с Тео, потому что я всегда с Тео тоже, а со мной с собой-ка. Значит, мы никогда не останемся голодными, да? То есть вы как лесорубы, да, дома о лесе, а в лесу о женщинах. Я правильно говорю? Так у вас музыка песни, да? И все же, возвращаясь к вопросу, я абсолютно в корне несогласенности с убеждением по поводу творческих женщин, что с ними тяжело. Нет. Супер, да? Да, отлично. Да, Коля, мало того, что творческая, у нее, опять-таки, за плечами диджейский опыт, у нее за плечами работа в кадре на телевидении тоже. И не один день она этому всему посвятила. Поэтому, ты знаешь, она творческая, это творческая, но, опять-таки, жизнь ее вывела, да, в некоторые формы, в некоторые структуры тоже. Поэтому она не такая, как ты, что, знаешь, здесь я не прописал басы еще, а здесь мне еще вот эта нота не очень нравится, как звучит, понимаешь? Ольга, очень конкретная. Понимаешь, плохого не посоветую. Ребята, обращайтесь, спасибо. Хорошо. Дочку свою видите вообще на сцене в перспективе, либо как? И хотели ли бы вы этой, скажем так, судьбы артистической? Учитывая, что оба в профессии. Ну, наверное, мне бы больше всего хотелось, невзирая на ее выбор, какую она профессию выберет в будущем, чтобы она была счастлива в этой профессии. Сказать о том, что вот я прям мечтаю, чтобы наша дочь выступала на сцене в качестве музыканта или артистки, исполнительницы, я не могу так сказать. Ольга. А я была бы очень рада, признаюсь абсолютно откровенно, потому что, ну, мне просто кажется, правда, что лучшей профессии в мире нет. Потому что мне когда вот даже мои там друзья, знакомые, подруги, родственники рассказывают об их рабочем графике, об их проблемах, там, насущных каких-то задачах, которые они решают. Ну, я так слушаю, ясно, все это не очень интересно. И возвращаемся опять вот, да, до Рэми, который Ми, я живу. И мне кажется, что если бы Лера все-таки выбрала эту профессию, ну, во-первых, нам было бы очень приятно и интересно наблюдать за ее ростом, за ее выступлениями на сцене, там, пускать вот эту вот слезу родительскую. Во-вторых, я уверена, что мы все-таки, мы два человека с высшим музыкальным образованием. Помогли бы ей, да? Мы могли бы ей быть чем-то полезной. Я понимаю, что меняются тренды, да, идет время, но количество знаков в ремажоре, оно не изменится никогда. И все, ну, как было, так остается, да? Абсолютно верно. Да, и поэтому я не сомневаюсь, что мы могли бы ей что-то подсказать, потому что выбери она, скажем, там, IT или какое-то направление химическое или физическое, вот сложно будет напомнить ей какие-то формулы, а в данном случае поставить руку на инструменте или помочь с аппликатурой. Не фальшиф, играя в ровно, да, и так далее. Да, конечно. Крещендо не забываем и так далее. В таком случае, поэтому вот я была бы очень рада и наблюдать, и, мне кажется, мы могли бы быть полезными, поэтому, ну, пусть выбирает. Хорошо, если вы выходите на сцену, да, у вас настроение какое? Петь для зрителя, либо порвать эту публику сейчас? Вот я с таким настроением заряжу ее. Да, никогда нельзя рвать публику, но качественно ее, так сказать, завести, и чтобы произошел вот этот обмен энергетический, собственно, это есть такая, она, наверное, сформулировать довольно сложные вот эти ощущения, которые к тебе приходят, когда ты слышишь аплодисменты. Аплодисменты после своего выступления, то есть отдавался ты всецело, абсолютно отдавал всю свою энергетику залу, и в финале ты получаешь за это другую волну в виде аплодисментов. Ну, это такой вот в хорошем смысле наркотик, приятный такой вот кайф и удовольствие. Ольга? Абсолютно согласна, и еще очень важно получать удовольствие от того, что ты делаешь, потому что, в принципе, у нас-то ведь работа, она праздник. Ну, для нас работа, для людей праздник, но нам, наверное, повезло вдвойне, мы всегда видим веселых людей, которые пришли на какое-то красивое событие. Они всегда нарядные, у них всегда в подъеме настроения, и наша задача его не испортить, а приумножить. И я, правда, что касается там особенно вот сольных концертов, это вообще отдельный такой вот кайф работать, когда ты понимаешь, что люди пришли конкретно к нам, что они знают песни, они подпевают. Но вообще я вижу удовольствие совершенно в любой работе провести безупречно, без запинки, без единого сбоя, любой концерт, церемонию награждения или отпеть сольный концерт. В каждой работе есть свое большое удовольствие, главное дело с душой. Ну, мы только так и живем. Вы позиционируете сегодня себя еще как поющая ведущая. Вы мало того, что поете на сцене, да? Это, конечно, Кольге. Это, конечно, Кольге. Он, кстати, так прижился, да? Так, Ольга, что такое поющая ведущая? Поющая ведущая, это те ведущие, которые, они же, и все-таки ведущая это хозяин сцены, потому что ведущий первым говорит «добрый вечер», последним уходит. Это вариант комбо, комбо, два в одном. Точно. У нас такое... Ну, расскажи, как это происходит. Ну, как это происходит? Ну, в принципе, что уж тут скрывать, наверное, организаторам мероприятий. Интересно вот сразу взять, так сказать, нас как творческую единицу, дуэт Тео и Ольги Рыжиковой, которые проведут мероприятие, и в рамках этого концерта еще могут предоставить... Будет еще какая-то концертная, да, концертная часть. Ну, почему бы и нет? Не могу сказать, что именно так должно быть, но в нашей истории получилось так, и мы этому очень рады. И вы знаете, это не значит, что мы говорим «добрый вечер, друзья, мы рады встречи с вами». А, кстати, это хорошая идея. А может, уже пора вам что-то такое себе, какую-то такую, знаете, сделать? Просто есть, да, какие-то музыкальные вставки. Узнаваемую, может быть, какую-то конструкцию. Свою отбивочку, да. Отбивочку такую. По системе радио, да. Награждаем, поздравляем. Тан-дар-а-тан. Ну, знаете, Лен, еще очень важный такой момент. У нас в семье есть одна добрая традиция, к которой мы придерживаемся с самого того момента, как только вот у Тео у меня появилось кольцо на правой руке на безымянном пальце. Непростое украшение. Да, муж, вот я считаю, что муж в семье должен работать чуть-чуть больше, поэтому чаще всего в наших концертах, где работает поющая-ведущая, Тео еще непременно исполняет несколько сольных композиций. В этот момент я просто отдыхаю и наслаждаюсь чудесным голосом Тео. Что ж, на этой прекрасной ноте мы уходим на короткий перерыв. Напоминаю, что вы слушаете шоу «С толком». Меня зовут Елена Орлова, а сегодня у нас в гостях, скажем так, наверное, дуэт в шоу-бизнесе, да, а также еще и семейный дуэт Тео и Ольга Рыжикова. Оставайтесь с нами, смотрите прямую видеотрансляцию на нашем Ютубе и можете писать комментарии под анонсом этой программы в группе проекта «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте. Мы скоро вернемся. Ты слушаешь шоу «С толком» на радиус-эффект. Только интересные собеседники и актуальные темы. Продолжаем этот проект «Шоу с толком». Меня зовут Елена Орлова и сегодня у нас один из самых романтичных дуэтов нашей поп-сцены Тео и Ольга Рыжикова. Приветствую вас в студии еще раз. Добрый-добрый. Мы засмотрелись друг на друга, как обычно. Друг на друга и на прекрасную студию. Говорят про то, опять-таки, психологи, что семейная пара должна смотреть не друг на друга, а в одном направлении. Чаще ли вы смотрите в одном направлении, либо наоборот. Один любит, я сейчас просто для примера вам говорю, один любит грибной суп, второй хочет борща и так далее. Легко. Это легко у вас, да? Вы сейчас вообще удивитесь, мы музыку-то разную слушаем. Совершенно. Поэтому машине мы не слушаем, когда вместе едем. Мы едем в тишине. Мы нашли компромисс. А, так наушники же можно каждому. Мы едем и беседуем. Вообще, ну, если уж так прямо откровенно признаться, зачастую хочется, наоборот, отдохнуть. Чисто физиологическая потребность отдохнуть от шума, от звуков. Конечно, когда целый день ты в напряжении. Особенно люди, которые не работают в наушниках, да, в головных телефонах, которые вот мы именуем, да, неправильно немножечко, поэтому люди не понимают, почему им хочется тишины, да, музыкантам, ведущим, да, и прочим-прочим, кто именно с этой профессией сознательно. Абсолютно точно. И зачастую мы ездим в тишине, но, да, у нас разные вкусы. Вот Тео, например, не любит брюки клёш, а я обожаю. Так, давайте про музыкальные вкусы. Кто нынче чем увлекается, кто нынче чем восхищается, и кто что нынче слушает? Ой, ну, честно, вот я не поспеваю за этими трендами, за именами, псевдонимами и фамилиями, которые сейчас появляются в каждую неделю новое. Ну, безусловно, слушаю, но что-то как-то есть вот какая-то такая хорошая потребность послушать, что-нибудь вот из старого доброго Шепов-Махат, что-нибудь такое, или что-нибудь вот из босановочки. Так, транс ты ещё любишь. Ну, поп-транс, это уже под настроение, и в принципе... Это и не всегда, наверное, мне кажется, да? Это определённое время, это с закатом солнца, и когда ты за рулём. Вот это я люблю тоже, да. Это вечер, согласна. Ольга? Ой, я вообще олдскул. У меня, правда, у меня нет любимого исполнителя, у меня есть любимая песня. Это может быть от I Will Survive, не знаю, Fly Me to the Moon, сенаторы, и ещё тысяча каверов на эту песню. Ольга, если из современных берём, чьё творчество сегодня тебя захватывает? Вот я могу сказать абсолютно точно, меня захватывает творчество тех людей, чьи слова в песнях я понимаю. Вот я отвечу сразу, то есть отметаем, да, вот эту часть, когда поют, вот, ням, пошло, очень модно. У тебя же хорошо получилось, действительно. Оля, может, надо поразоваться? Я или как человек, который всё-таки создаёт тексты к песням, вот это меня так раздаёт, когда я не понимаю какого-то слова, поэтому всё, что касается... Я с радостью слушаю Преснякова, я с радостью слушаю Риану, я всё что угодно слушаю. Но ты должна понимать текст, да? Да, я с радостью слушаю Алексея Чумакова, но я должна понимать этот текст, и желательно, чтобы он был со слымыслом. Итак, как отдыхаете от текстов, от песен, от работы? Обычно люди, как вы говорите, идут в концерт, идут в клуб, а у нас в этом плане, правда, деформация, а вы куда идёте? Главное, не в караоке. Да, я только хотел об этом сказать, да, главное не в караоке, потому что, ну... Не очень так хотелось бы попеть ещё и там. Я не знаю, как это помягче подобрать слова, ну, не совсем наш формат, скажем так. А, конечно же, если буквально принимать отдых, то если у нас, получается, по графику и по желанию, желанием здесь проблем нет, то мы, конечно, стараемся куда-то выехать, улететь на какой-то период вместе с доченькой, так сказать, зарядиться витамином D. Ну, а вообще, если, так скажем, в режиме такой микроперезагрузки достаточно просто хорошего фильма «Дома на диване». Достаточно, например, сходить на сеанс парного массажа или, помнишь, как мы чудесно... Когда он был, этот парный массаж, Ольга Сергеевна? Не так часто на него люди и ходят. Хорошо. Парный массаж, прокатиться на коньках, мы живём рядом с парком, мы очень любим прогуляться там, ты всё время пытается разобраться, это кто там, не знаю, какая-то... А я сейчас расскажу, это удивительная вещь, если кто-то не в курсе... Мы через день идём, говорят, это всё-таки андатры или андатры? В самом сердце нашей столицы, парк Победы. Боже, какая там природа. Значит, ранней весной вот такие вот маленькие утята очаровательные. Недавно, несколько недель назад мы гуляли, андатры плавают прямо у берега. Не знаю, как в этом году, в прошлом году на островках отдельных, там прям целая семья бобров, которые валят деревья, то есть поразительно. В центре города, да? В центре города, но это удивительная вещь. Есть ли у вас назойливые фанаты? Ну, у дуэта, либо у кого-то одного, допустим. Ну, может... Есть такие забавные. Ольга и потом, Ольга, сердечки вам в Инстаграме. Ну, недавно поступил звонок, номер у меня не зафиксирован, вот вижу какой-то номер, я снял трубочку, алло, Тео, привет. Я говорю, привет. И я как-то не сообразил сразу задать вопрос, а кто это? Говорит, ну, что, ну, как дела? Я говорю, нормально. Ну, а Оле как? Я говорю, тоже ничего. Так где, может, сейчас мы как-то повидаемся? И тут я уже понимаю, а кто это? Ну, мы не встречались, я просто подписан. Вот видите, как я... Ух ты! Просто, да, люди находят телефон в наших социальных сетях, там указан рабочий номер. Но там не хватало вот этого бодрого начала. Тео, здорово! Привет, старичок, да? Да, да. Интересно, почему? Лен, знаете, еще частая такая история, нам очень многие авторы, молодые, начинающие, не только начинающие, нам предлагают песни и находят нас также вот в интернете. В соцсетях, да? Да. Я скажу честно, я всегда с любопытством отслушиваю все песни, потому что, ну, правда, можно ведь пропустить какой-то главный хит в своей жизни, и не факт, что его напишешь именно ты, а может, кто тебе его предложит, но пока такого не было. Мы все совершенно очень честно, мы отслушиваем весь материал, который к нам прилетает, но зачастую мы сталкиваемся с такой историей, люди написали песню, пока они ее писали, они прям уверовали, что мы ее непременно будем петь, и когда мы говорим, ну, скажем, ну, это не совсем то, что мы сейчас ищем, или в чем мы нуждаемся, они обижаются очень сильно. Да, слышали мы, что вы там поете, вот вам нормальная песня, исполнится наконец-то, да. Да, и ты понимаешь, что это совершенно, ну, там вообще шансон, например, а мы себя не относим, например, к этому направлению музыки, или в целом там медляк, а нам сейчас медляк не нужен, и вот люди очень сильно обижаются на этом фоне, вот тоже возникают некоторые такие недоразумения. Одно время вы были ярыми приверженцами ЗОЖа, да, и вы очень так активно ходили в тренажерные залы, занимались спортом, всячески худели. Я помню, такой был период, вы такие прям были вот на этой теме. Ну, мы поняли, что это не работает, поэтому решили заниматься музыкой. Ольга, есть ли какие-то проверенные способы сбросить килограмм от клеток? Это, знаете, забавный мем в интернете, значит, парень, который качает бицепс, вот и стоит, и у него еще, значит, стоит, занимается уже, год, и у него ничего не растет, бицепс остался прежним, и тут он вспоминает поздравление друзей в застолье, в его праздник, день рождения, ему говорят, Толя, чтоб ты никогда не менялся. Вот поэтому и не меняется, да, так пожелали. А, знаете, мы еще, вот мы как эти, как тоже анекдот про ленивые голубцы. Хотите лучший рецепт ленивых огурцов? Ну, давай, иди спать, ложись, потому что зачем они тебе нужны? Вот примерно это, примерно наш случай, но у нас дома есть эллипсоид. Нет, это шуточки. Домашний фитнес, Оль, ну скажи какие. Нет, есть, у Тео есть такая, не знаю, как правильно называется. Свой комплекс упражнений. Штучка, которая с двумя ручками на каталочке, на колесике, как она правильно называется, мужчины, наверное, поймут. Есть две гири большие, железные на них. Это гантели. Да, а у меня есть эллипсоид. Вот, самое главное, вот самый главный совет всем, кто хочет похудеть к лету. Эллипсоид потрясающая вещь для того, чтобы на него вешать рубашки. Если вы хотите похудеть к лету, не вешайте на эллипсоид одежду. Используйте его по назначению. Так, а с залом? А с залом сейчас мы в зал не ходим. Ну, простите, что перебиваю, ну, в зал я четко понимаю. Или ты ходишь тайна от меня. Нет, я не хожу в зал. Вы уже говорили, что время, да, надо где-то. Это отнимает большое количество времени. Времени, конечно. Надо до зала либо доехать, либо дойти. То есть, задача, которая не нужна, я ее получаю дома. Ну, Тео, честно, вот, правда, там отжимашечки, вот это вот все происходит. Делает, да? А я на эллипсоидике, но только под фильм, потому что иначе мне очень скучно. Заставить сложно раскачаться. Скучно, скучно долго, потому что это нужно долго, это нужно не меньше 35-40 минут. Оля, экспресс-диета к лету? А нет, дело в том, что нет такой экспресс-диеты. У нас есть, например, там ряд продуктов, которые мы даже не покупаем. Я могу сказать точно, мы не покупаем копчености. У нас, в принципе, дома уже на протяжении многих лет вообще нет живого сахара, у нас есть только сахарозаменитель, это стевии. Есть хороший полезный совет, все масло, которое используется, вот, скажи у меня, вот распылитель, куда? Уменьшение дозы, да? Да, то есть, вот такими... Но только Ольга и мы пользуемся. Ну, я пользуюсь, а вот Тео со мной спорит постоянно. А Тео сливочное масло берет и отрезает так нормально, так кусочками. Поэтому только какие-то, ну, вот, правильные привычки. Есть, конечно, счастливые люди, которые едят все на свете, и это никак не отражается на их талии. Но таких, на самом деле, немного, поэтому всегда, ну, какой-то самоконтроль, в принципе, у нас в семье присутствует. Чувство меры должно быть. Чувство меры, и я могу открыть даже секрет, у нас, в принципе, дома нет вот в таком, в живом виде сладости, это только... И замка на холодильнике нету. Замка нет на холодильнике, но у нас даже, вот, наша дочка, она вот в чистом виде, вот этот вот шоколад, конфет, она не трескает, потому что этого нет дома, это появляется только к приходу гостей. Вы не настоящие артисты. Артисты, вы же знаете, они же всегда, холодильник должен быть пустым, да, а все остальное должно быть полным. Гардеробные, там, да, много обуви, парк автомобилей и так далее. Итак, давайте завершающий, скажем так, на сегодняшний день вопрос, что ждете от этой весны, да, куда движетесь, работа становится весной у вас больше, либо меньше, учитывая, что все-таки впереди идут большие праздники, впереди идут множество фестивалей различных. Да, но здесь нет такой выработной тенденции, что именно весенний период он богат на мероприятия и на рабочие даты, но действительно эта весна такая грядет у нас интересная, событийная. Событийная. Я по календарю вижу, что в отпуск мы не уедем, судя по всему, потому что, в общем-то, у нас уже хорошо расписан сезон, за что спасибо режиссерам, городам, организаторам, всем, которые нас ждут, очень приятно получать. Больший город, где вас можно будет увидеть, уже завтра город, Минск. Да, прямо буквально завтра. Так. И, знаете, спасибо организаторам, Ольга сказала, вопрос был задан по поводу весны, чего ждать. Весна, если ты меня сейчас слышишь, пожалуйста, вот как было вчера и сегодня по погоде, чтобы это вот до лета продлилось так, без вот этих вот снегопадов уже на цветущей яблони. Вот я человек солнца, я могу не кушать, я могу быть без еды, вода и солнце. Проверим-то его, проверим. Правда. Я зависим от погоды и когда солнечно, настроение хочется творить, работать и даже начать. А Оля как лирику и дождь тоже неплохо, да, Оля? Однозначно. И я жду лишь от весны побольше, очень хочется теплых встреч с семьей, чтобы, знаете, так собираться за большим столом всем вместе веселыми, здоровыми. Я жду от этой весны одобрения Тео на новую песню, которая уже практически готова, не знаю, когда она... Ну так спойлер, Оля, ждем тогда. Ну вот мы пока договорились, Название есть у песни? Счастье. Пока нет. Вот видите, у нас даже расходится мнение. Средне темповая. Я всегда и давно мечтаю сделать песню про счастье, поэтому вот что-то такое совершенно счастливое непременно должно произойти с каждым человеком, потому что весна этому точно способствует. А самое главное действительно ощущать себя счастливым человеком, любить, радоваться каждому дню и даже зеленой траве, которая и без нас прекрасно растет. Ждем новый трек от Тео и Ольги Рыжиковой. Мне только остается дополнить, что записи этой программы будут доступны для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by, чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в сети ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях были представители белорусского шоу-бизнеса Тео и Ольга Рыжикова. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Программу для вас подготовила Елена Орлова. Всем пока. Шоу с толком на Радио СФ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте радиус-фм.бай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова